ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали, что Господь, когда после Своего крещения вышел на проповедь, то первыми же словами, которые и в дальнейшем повторялись, всех призывал к чему? К покаянию. «Покайтесь», — говорил Он, — «ибо приблизилось Царство Божие». Нет другого пути войти в Царство Божие, как только активным стремлением к исполнению евангельских заповедей. Но так как мы их постоянно нарушаем, то лишь глубоким, искренним, от всего сердца покаянием можем мы открыть себе двери рая. Апостол говорит, «Все мы много согрешаем. Кто следит за собой, тот может сказать искренне, от всего сердца, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно Он не то, чем Он должен быть». Мы постоянно согрешаем и глазами, и ушами, и несчастным языком нашим, и принятием греховных мыслей, и так далее. Каждый из опыта своей жизни знает, когда мы с кем-либо поссоримся, с домашними ли, с детьми, или с соседями, или с друзьями, то как можем примириться, восстановить добрые отношения, как освободиться от этой тяжести сердечной, которая всегда сопутствует всем раздорам. Это возможно только в том случае, если мы смиримся и скажем от всей души тому человеку, «Прости меня, сознаю, что я виновен». И если мы искренне это говорим, если мы искренне это говорим, а не языком только, то другой человек, если это живой человек, почувствует, почувствует и также искренне простит, и таким образом водворится мир между людьми. Также водворится мир между человеком и Богом, когда человек осознает свои ошибки, свои грехи, свои заблуждения, восплачется перед Богом, станет умолять Его, «Господи, прости меня, будь милости вне грешному». Будем же прибегать к этому всемогущему средству, которое дал нам милосердный Господь, и радоваться, и благодарить Его за этот величайший дар. Аминь. Спасибо.